Утро нового дня. Встречаем вместе с телеканалом Дон-24. Доброе утро всем, кто включил с утра свои телевизоры и застал нас здесь в студии. Нас это имя Иудалину Малинину и меня Алексей Киселевского. Всем доброе утро. Всем доброе утро. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, Ростовская область. Ну и по традиции начинаем утро с обзора новостей. Конечно, радостных. Плохие новости уже прошли. Мы встали, чтобы отправиться на работу. Теперь к хорошим новостям. В России впервые пройдут испытания беспилотных автомобилей для зимних дорог. И в них примет участие команда разработчиков из Ростовской области. В принципе, в этой новости всё прекрасно. Во-первых, мы наконец-таки начнём ездить на работу и досыпать в машине, потому что машина сама будет вести нас в этот пункт. Во-вторых, это делают у нас в Ростовской области в том числе. Уже хорошо. Так вот, объединённая команда инженеров, которая представляет производственную компанию из Таганрога и Южного федерального университета, направила свои электронные разработки на конкурс, который пройдёт с 26 февраля по 5 марта на полигоне нами в Дмитровском районе Московской области. Там им предстоит испытать беспилотники. Цель конкурса — создать беспилотный автомобиль, способный передвигаться в экстремальных условиях русской зимы, гололёда нашего любимого ростовского и так далее. Но в любом случае, ростовчане поборются за право создавать этот автомобиль ещё с 12 группами разработчиков из разных областей нашей прекрасной Родины. Среди заданий, которые необходимо будет выполнить беспилотнику, объезд препятствий, движение в пробке, проезд регулируемого и нерегулируемого, перекрёстка, повороты и парковка. Победитель получит 175 миллионов рублей. Надеюсь, это будет не такая история, как с её мобилем. Да. Но от хороших новостей переходим к весёлым и находчивым новостям. 24 января на гала-концерте в Сочи стали известны результаты юбилейного 30-го международного фестиваля «Кивин-2019». В премьер-лигу на Первый канал прошли 24 команды. Внимание! Среди них две ростовские. Это 19-30 из ДГТУ и Флэш-Рояль из Южного федерального университета. В Первую лигу попало 20 команд. И в Международной лиге 13 финалистов, в том числе сборная «Тагмета» из «Таганрога». Ну а в Высшую лигу, к сожалению, пока ещё ни одна из донских команд не прошла. Всего же на просмотр в Сочи приехало почти 500 команд. Свои силы проверить решили при этом ещё 10 команд из нашего региона. Всё равно ура! Ура нашим весёлым и находчивым! Кстати, возможно, следующий герой, наш следующий герой, о котором я расскажу, как раз отправился, чтобы посмотреть на выступления КВНщиков ростовских. Четвероногий пассажир проехал в ростовском автобусе. Собака сидела на сиденье, совершенно спокойно смотрела в окно. Но это рассказали очевидцы, писали такие комментарии. Пассажир в 21-м автобусе забралась на сиденье, и люди не ругают. Отличная собака, так и хочется погладить. А кто-то был менее радужен в своих... Менее добр в своих комментариях. Умиляетесь, ага, а потом садиться на грязное. Но ему тут же ответили, ну грязными сумками же можно, а собака намного чище. Согласна. Друзья, пусть собаки тоже ездят на работу, но вдруг им очень надо. Да. Ну или же ездят, например, на гандбол-арену. Окончательное решение по которой озвучил на недавней пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, уже прошло несколько встреч с бизнесменом Иваном Савиди, компания которого, собственно, выступает инвестором проекта, и, собственно, из мэрии Ростова. Власти города должны взять на себя работу с документацией, а инвестор спроектирует этот дворец, собственно, где и будут проходить матчи нашего гандбольного клуба. Наконец-то, кстати, могу сказать. И самое, что интересно, в центре города, на трудовых резервах, вот прям я довольна и счастлива. Тем более, что я уверена, этот объект будет не только для профессиональных спортсменов, но и для таких любителей, например, как я, элементарно утром можно пойти будет и сделать зарядку. А пока делаем ее вместе с нами. Потираем ручки, потому что прямо сейчас зарядка на Дон-24. Светлана, доброе утро. Светлана, сертифицированный фитнес-инструктор по пилатесу и силовым направлением. Светлана, доброе утро. Как здороваются спортсмены? Курт, привет. Итак, сегодня мы с вами, мои хорошие, займемся активизацией наших мышц живота, чтобы пробудить все наше тело, все наши суставы и начать великолепно ваш рабочий день. Поехали. Становимся в исходное положение. Ноги на ширине тазовых костей слегка. Сгибаем колени мягкие. И вытягиваемся через макушку вверх потолок. Сейчас мы с вами начинаем наклоны. Вытягиваясь за правой рукой от бедра в сторону, на выдохе мы наклоняемся и растягиваем весь левый бок. Так повторяем 8 раз. Тянем руку от таза и от бедра в сторону, вытягиваясь через кончики пальцев вниз. А затем подключаем левую руку. Вытяните, пожалуйста, левую руку слегка согнув в локте. А теперь как будто рисуете букву С. Продолжая наклоняться вправо, добавляем левую сторону. И рисуем такую большую-большую дугу. Выдох глубокий. Вдох в центре. Выдох. Вдох. И последний раз выдох и вдох. Вытягиваем правую и левую руку наверх. Плечи лопатки опускаем вниз, увеличивая плечо рычага. И оставляя таз неподвижный, делаем 8 наклонов в правую сторону, вытягиваясь за пальчиками вверх. Как будто рисуете такой небольшой полукруг на потолке. Стараемся как можно ниже наклониться. И четко в сторону, не падая ни вперед, ни назад. То же самое повторим с другой стороны. Исходное положение. Ноги на ширине таза. Левую ногу отводим по одной прямой линии назад на полупальцы. Пятка приподнята над полом. Руки на поясе. Идеально ровная спина, вытянутая над тазом. Опускаемся вниз, сгибая оба колена. При подъеме вверх оставляем опорную ногу слегка согнутую в колене, для того, чтобы снять нагрузку с коленного сустава. Опускаемся на вдохе вниз и на выдохе вытягиваемся наверх. Еще вдох глубокий и выдох. Ваши сильные ноги работают хорошо. Стопа опорная максимально давит в пол. Пятка давит в пол. Отталкиваемся и повторяем 8-10 раз. Исходное положение. Поза планки. Принимаем позу планки на прямых руках. Ладони под плечами. Ноги на ширине тазовых костей. Таз немножко слегка подтягиваем грудной клетки. Для того, чтобы и вытягиваемся за макушкой вперед, руками сильными отталкиваемся от пола. Колени подтянуты. Сильные-сильные ноги. Стоим в позе планки в течение 30 секунд. Продолжая удерживать прямую линию. Представляете, что вы затылком, лопатками и крестцом поддерживаете потолок. Как будто прижимаетесь к нему, вытягиваясь вдоль него. Вперед за макушкой. Плечи уводите назад. Лопатки слегка сведены. И локти направлены в сторону. Медленно, плавно сгибаем колени. Опускаем на пол. И садимся на пятки, вытягиваемся с руками вперед. Спасибо на сегодня нашим телезрителям. Мы продолжаем программу «Утро». Оставайтесь с нами. Спорт не только облагораживает фигуру человека, я так тебе скажу. Он еще и заряжает отличной энергией на весь день. Ну, если вдруг ты сегодня решил не заниматься, ну, такое бывает. Пропущу-ка я зарядку сегодня, поленюсь немного. То, в принципе, подзарядиться хорошей энергией, хорошим настроением можно при помощи утреннего телеканала Ростовской области. Ведь у нас можно передать приветы. И вот Мария Сергеевна из Гукова передает самые наилучшие пожелания всем жителям Донского края. Мария Сергеевна, спасибо. И вам тоже от нашей команды огромный пламенный утренний привет. А вот Александру Андреевну Найдину из Ростова-на-Дону с днем рождения поздравляют ее соседи. Какие прекрасные соседи у вас, Александра Андреевна. Желают вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Поздравляем. Утренний телеканал Ростовской области присоединяется к вашим поздравлениям. Я думаю, что утро теперь точно станет добрым. Ну а если ты тоже хочешь сделать кому-то приятное, то не стесняйся записывай номер телефона, на который необходимо будет прислать свои смс-сообщения, либо, воспользовавшись ватсапом, отправить сообщения в эту социальную сеть. И так, куда же отправлять? Да, номер. Пиши номер 8-999-484-63-23. Алексей, еще раз повторите. 8-999-484-63-23. Вот такой вот простой для запоминания номер телефона. Я его до сих пор читаю по бумажке. Мне кажется, что по этому номеру можно передать приветы своим внукам, своим детям. А может быть, кто-то своим бабушкам или дедушкам решит поднять настроение утром. По-моему, прекрасно. Самое главное, не забывать о том, что в наших семьях несколько поколений живут. Абсолютно верно. Да, я недавно перечитывал «Грозу» Александра Островского. Помнишь, там было? Маменька во мне души не чаяла, наряжала, как хотела, работать не принуждала. Что хочу, бывало, то и делала. Но не так же во всех семьях. Это вот прям про, извините, пожалуйста, я выражу, наверное, за свое мнение, про вот это вот движение «Я ж мать». Я ж мать, да. Понимаешь, вот мне кажется, это прям вот их сначала наряжали души не чаяла, а теперь они… Предлагаю поговорить об этом сегодня в нашей программе. Тем более гости у нас соответствующие об этом. Прекрасно, о поколении, которое сейчас растет на глазах, да, как грибы, которое нас удивляет, о нашем поколении, потому что мы, многие из нас, уже не понимаем наших детей. Но так было, в принципе, всегда. Вспомните прекрасный роман «Отцы и дети», мне кажется. Там все уже давно написали и сказали. Но есть еще что дополнить. Да, есть что дополнить, и будем обсуждать эту тему вместе с нашими гостями. У нас сегодня будет Михаил Колтунов, основатель антишколы «Гнездо». Да, и Анна Гурова, основатель «Китс такси 161». Но об этом чуть попозже поговорим с гостями. А пока, перед такой серьезной беседой, которая требует много трудозатрат, я предлагаю приготовить грибной киш. Это такой пирог открытый, но очень вкусный. Смотрите. Грибной киш. Подготовьте 190 граммов муки, половину чайной ложки соли, 180 граммов сливочного масла, 40 миллилитров холодной воды, 60 граммов грибов, 150 граммов лука-порей, столовую ложку тимьяна, 70 граммов тертого сыра, 300 миллилитров молока, 275 миллилитров жирных сливок и 3 яйца. Охлажденное сливочное масло нарежьте небольшими кусочками. Смешайте муку с маслом и солью и замесите тесто. Добавьте 2-3 столовые ложки ледяной воды. Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1-2 часа. Затем раскатайте тесто толщиной 7-8 миллиметров и переложите в форму, застеленную бумагой для выпечки. И сделайте бортики, а затем проколите тесто. Сверху еще один слой пергамента, затем фасоль или камни для выпечки. Выпекайте 15-20 минут при 190 градусах. Тем временем подготовьте начинку. Тонко нашинкуйте лук-порей, шампиньоны вымойте и нарежьте пластинками. Обжарьте лук с грибами на сливочном масле до полуготовности. Добавьте пару веточек тимьяна. Основу без пергамента и фасоли верните в духовку на 20 минут. Взбейте яйца со сливками, молоком, тертым сыром и солью с перцем. Начинку переложите в остывшую основу и залейте яичной смесью. Выпекайте при 160 градусах около 50 минут. Блюдо готово. Приятного аппетита! Вот после завтрака приходят самые умные, гениальные мысли. Я подумал, мы номер ватсапа наш озвучили, а вот про инстаграм ничего не сказали. У нас же есть инстаграм, дорогие друзья. А самое главное, что они именно тебе приходят. Вот почему-то, да. Алина, у нас же есть инстаграм. У нас же есть инстаграм, дорогие друзья, любители социальных сетей и общения с нашей программой. Дело в том, что если ты зарегистрирован в социальной сети инстаграм, то заходи и ищи там нас «Утро», нижнее подчеркивание, «Дон-24». И все. И ты сможешь смотреть, кто у нас был в гостях. Задавать вопросы, комментировать фотографии. Что делают ведущие между съемками. Да вообще, много чего интересного. Так что подписывайся, не стесняйся. Да. Ну а прямо сейчас узнаем, чем запомнилось 29 января в разные годы в истории. 29 января 1860 года родился Антон Павлович Чехов, великий русский писатель, почетный академик Императорской академии наук по разряду изящной словесности, один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы «Чайка», «Три сестры» и «Вишневый сад» на протяжении более ста лет ставятся во многих театрах мира. За 26 лет творчества Чехов создал около 900 различных произведений. 29 января 1868 года по Ростовско-Грушевскому участку железной дороги в Ростов прибыл первый пробный поезд. Наместник на Кавказе, великий князь Михаил Николаевич, предоставил императору записку о необходимости соединить железной дорогой Кавказ с общей сетью империи в направлении от Ростова-на-Дону до Владикавказа и с ветвью к Черному морю. В этот день, в 1932 году, родился Грач Амаякович Андресян, генерал-лейтенанта-выпускник Новочеркасского Суворовского военного училища. В начале 1990-х, будучи первым заместителем министра обороны Армении и начальником главного штаба, внес большой вклад в формирование и укрепление вооруженных сил Армении. В последние годы жил в Ростове. Яркое настроение, отличный вторник. Отличный, великолепный вторник, я бы так сказал. Да, и, конечно, мы, естественно, все собираемся на работу сейчас, ставим себе какие-то задачи на этот день, но не забываем о своих родных и близких. Это точно. Потому что у кого-то есть старшее поколение, у кого-то есть поменьше, у кого-то есть подростки, но в любом случае все мы существуем в одном обществе, и зачастую люди такого возраста 30-35-40-45, они думают, как же все успеть. Мне страшно подумать, мне уже почти 30 лет, и ты сейчас заговорила за 30 лет, и я себя. Но суть не в этом. Все успеть можно, тем более, если есть очаровательные ростовчане, которые помогают, создают какие-то проекты, для того, чтобы мы все успевали. У нас сегодня в гостях одна из таких очаровательных, приятных ростовчанок. Анна Гурова, основатель, я не знаю... Идейный вдохновитель. Идейный вдохновитель. Мама двоих детей. И основатель Китс такси 161. Услуга по сопровождению детей. Анна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, естественно, утром очень актуален вопрос, как всех везде развести, отвести. И сейчас для многих наших зрителей этот вопрос действительно стоит ребром, потому что пробки в городе большие. А вы, я так понимаю, решили, что возьму-ка я и создам какую-то услугу по сопровождению детей. Какой-то сервис, да, который помогает сопровождать детей. Это что значит? Приходит к тебе человек и ведет твоего ребенка в школу? Все верно, Алина. Наши сопровождающие – это мужчины или женщины, которые встречают вашего ребенка у подъезда, прямо около входа в дом. Если есть необходимость, мы даже поднимаемся в квартиру, забираем ребеночка, сажаем его в машину, пристегиваем и отвозим до школы. Там точно так же они провожают до входа в школу. То есть вы не будете переживать. Это необычное такси, когда машина подъезжает, и ребенок должен ее найти на улице. Маша, ну ладно, подъезжает, когда она уезжает без кого-то, без пассажира. И стоит на другой стороне. Или, ну тоже вариант. Со словами, извините, мне так удобнее стоять. Да, да, да. Ну перейдите, перебегите и так далее. Нет, тут как бы это совершенно не наша история. Человек обязательно встречает, берет, как из рук в руки, так сказать, передаем, из рук родителей и провожаем до входа в школу, а там в основном преподаватели. А как вообще появилась-то эта идея? Вот, я хотела, да, тоже. Как пришло в голову? Нет, ну понятно, что пробки в Ростове, тут кому хочешь придет, но вы все-таки решились на этот шаг. Вы знаете, решилась своим опытом, так сказать. У меня двое деток, старший из них Данил, и он в этом году пошел в школу, в первый класс. Ну, первоклассник, наверное, многие мамы знают, это прекрасно, что это целая головная боль. То есть вроде как ты, ребенок у тебя ходит в школу, но школа заканчивается в 11.45. То есть к 9 я его привела, в 11.45 ребенок свободен, и я должна организовать его быт и как-то всю вторую половину дня. Собственно, я определила Данила на секцию тенниса. Теннис у нас в 2 часа дня и до 4. Прекрасный вид спорта. Великолепный вид спорта. Великолепный, да. Еще, главное, бесплатный. Я вот еще такую тайну открою, но это для другой программы. Ну, я озадачилась вопросом, думаю, ну, все, определила ребенка в первый класс, пора как бы организовать свою трудовую деятельность, выйти на работу. Начала задумываться о том, кто будет возить моего ребенка. У меня было два варианта. Ну, может быть, я сама такая, ну, я не знаю, не очень подробно изучала этот вопрос, но все мои изучения привели к тому, что либо няня 200 рублей в час, и того, чтобы при бесплатной тренировке отвезти моего ребенка на занятия теннисом, я должен оплатить 800 рублей. Ну, как бы, извините, для меня это очень дорого. Либо вот какой-то дядя-таксист, он не дает никаких документов, никаких гарантий, ну, просто вот на честном слове я отвезу вашего ребенка. Отвезет ли он каждый день? Вопрос. Ну, может, он откажется в какой-то... Вопрос, что он завтра не приедет, да? Да, да, он скажет, мне неудобно, у меня другие дела, у меня более там важное задание. Ну, и самое главное, что никакой проверки, кроме как совет подруги, да вроде надежный, да, надежный. И уверенность — это самое главное ноль, вообще никакой. Да, да, абсолютно, вы правы. У нас же сервис, мы все сопровождающие и взаимозаменяемые. То есть я всем мамочкам говорю, что к вашему ребенку будет приставлен один и тот же человек, однозначно. То есть ребенок уже знает его, он привыкает к нему, но бывают форс-мажоры, бывает там человек заболел, машина сломалась, еще что-то. На подстраховку у нас всегда есть люди, которые заменят вашего сопровождающего. Это очень важно, потому что, ну, мама тоже планирует свое время, и она не может. Она считает, что она закричила с нами договор, она уверена, что ребенка заберут. И ей явно будет неудобно, если в какой-то день я позвоню и скажу, извините, ну вот сегодня не получается, у нас форс-мажор. Никакого не бывает. Ань, вот мы сегодня обсуждаем вопросы, кстати, различного подхода поколений. Мы сегодня изучаем в том числе поколение Z, к которому, наверное, современные дети относятся, как раз с которыми вы взаимодействуете непосредственно. А есть какие-то случаи за время работы, вот были, потому что говорят, что это поколение, вот современные детки, да, которые родились уже, когда? После 1995 года. После 1995, да, ну вот, собственно, и все последующие. То есть они очень не любят выходить, вообще, они домашние такие, они с кнопкой в пальце, да, они гаджеты постоянно, им ничего это не интересно. И по большому счету взаимодействие с окружающим миром и с людьми им тоже чуждо. Так ли это? Можно ли? Вот у вас есть срез детей, которых вы наблюдаете и наверняка получаете отзывы. Как происходит общение? На контакт? Вы знаете, вот даже по опыту моего ребенка, он знает моих водителей всех. Ну, потому что волей-неволей, там, пересекаемся, там, как-то встречаемся и так далее, но он тоже с опаской. Когда я ему говорю, вот, за тобой будет приезжать Сергей Николаевич после тенниса, он такой, да, хорошо. Но я вам скажу честно, это максимум два раза. То есть две поездки, после этого ребенок расслабляется. Дети все равно открываются, дети все равно открываются. Конечно, а детки какие у нас чудесные. Это просто космос. Вот с кнопкой, не с кнопкой, я не знаю, может, это где-то с кем-то с кнопкой. У нас все, которые, я люблю всех, мамы, всех наших детей одинаково, они все чудесные, они все занимаются, они плавают, занимаются русским, математикой. То есть досуг у детей сейчас настолько организован, да? Я, ну да, я восхищаюсь этими родителями, и дети эти умеют поддержать беседу, они рассказывают про свою жизнь, они настолько эрудированы, коммуникабельные. Ну, не знаю, может, это нам повезло. Вот сразу заметь, вот сразу различия, если бы мне сказали, что я в первом классе эрудирована и коммуникабельная. Я вот о том же, Анна. Я просто даже таких слов еще тогда не знаю. Я вас слушаю сижу. А современные дети, вот посмотри, как они отличаются от нас. Я вас слушаю, вот вы говорите, они там этим занимаются, они точно так, они такие, они такие. Я просто вот слушаю и понимаю, что у меня полжизни просто мимо прошла, понимаете? Слушай, а я в первом классе, знаешь, так сопли текут, и так... И дальше занимаются. Ну, это я шучу, конечно, и мама обидится, но... Но сопли текли, да. Но сопли текли. Да, знаете, мне кажется, от того, что наше детство прошло на улице, ну, мы гуляли во дворе, это беспроблемно было, мы бегали по стройкам, то есть нам не надо было организовывать быть, или как-то он, не знаю, причинно-следственная связь в чем была, но к тому, что вот мы так проводили досуг, а сейчас более страшно родителям отпускать. Ну, вот я сама по себе знаю, ну, мне ребенка на улицу, да мало ли кто его схватит, мало ли что с ним произойдет, ну, как-то вот стараешься, и тем самым мы сподвигаем себя на вот организацию их быта. А быт как? Все время приводить друзей и знакомых для того, чтобы его развлечь? Нет. Поэтому вот мы организовываем теннис, борьба, бассейн. Я во втором классе, Анна, уже ездил общественным транспортом в школу, затем после школы сделал домашнюю работу, затем на автобусе также ехал на секцию, почему я про теннис заговорил, большой теннис, и все сам. Ты знаешь, у меня еще это было приготовить маме обед, при том, что я умела чистить картошку и ее варить, но я не умела ее солить и не знала, что это надо делать. Но суть не в этом. Самое главное, что, видишь, мы в бытовые какие-то, в такие организации, понимаешь, доехать, а дети, они думают о высоком современном. А вот об этом, когда ехать, понимаешь, на автобусе, это пусть родители подумают, видимо, что они и делают. Потому что дети думают о том, как им пойти на эту секцию, успеть сделать здесь задание, здесь задание, здесь. Но они лучше нас. И Аня это сейчас только что подтвердила, говоря о ростовских детках. И это прекрасно. Анна, ну, на самом деле, знаете, много тем. Женщина в бизнесе, мама-бизнесмен. А дети, кстати, как относятся? Младшему сколько? Моему младшему? Ну, не моему же. Я сейчас немножко испугался. Нет, я думаю, клиенту младшему или моему младшему? А вот сейчас вот, нет, вашего ребенку. Моему младшему 2,5. И ровно такой же возраст наш самый младший клиент. Они в один садик ходят, и вот одногруппник моего младшего, и родители тоже пользуются нашими услугами. А вот, кстати, не страшно, очень часто многие говорят, ну, я же не знаю, что там будет. Можно ли, допустим, имеет ли такую возможность, если бабушка скажет, поеду с ним? Конечно, безусловно. Обычно у нас так и происходит. Первая, вторая поездка всегда осуществляется с кем-то из взрослых, из родных, потому что неважно, это 2,5 или 7,8, даже больше, наверное, 7,8 с опаской смотрят, ну, потому что все равно чужой человек, женщина, мужчина, неважно, они с ним не знакомы. И поэтому обычно родители, ну, и сами познакомятся с водителем, обменяться всеми контактами, ну, какой-то… Вот, кстати, о бабушках, да, бабушки же, они бабушки везде, и они привередливые очень, и они стараются о внуке, о своей внуке, о внучке позабудиться. И вот как они относятся, да, к тому, что… Ребенка-то одного, непонятно, с кем отправили. Они же все равно, для них все равно отдать ребенка в руки, пусть, скажай, даже водителю проверенному, это все равно отдать в чужие руки. Как вот они относятся к этому? Вы знаете, ну, так как у нас контакты в основном с папами по финансовым вопросам, с мамами по организационным вопросам, то бабушка у нас есть только одна в контактах. Ну, вот с нами мама заключила договор, а бабушке мы привозим, то есть со школы забираем и к бабушке привозим. Но расстояние очень большое, честно вам скажу, то есть мы забираем и отвозим этого ребеночка, поэтому бабушка сама бы, это, ну, я не знаю, ну, часа два она бы общественным транспортом добиралась, двумя пересадками. А в связи с этим она очень счастлива, она на Новый год поздравляла нашего сопровождающего, она все время просит проконтролировать. Да-да-да, поэтому, ну, это единственный наш пример. Больше примера с бабушками у нас нет. Бабушки такие бабушки. Но в любом случае, действительно, современные дети, они совсем другие. Они отличаются сильно от нас. Они лучше нас, и так и должно быть. А мы будем стараться всячески создать все условия для их комфортного взросления, чем и занимаются наши сегодняшние гости. Гурова Анна, она, кстати, напомню, основатель. Идейный вдохновитель. Да, вот мы правильно вначале сформулировали. Идейный вдохновитель. И просто красивая девушка-спортсменка-комсомолка, мама двух детей. Анна Гурова. Да, идейный вдохновитель. Кит-таксист 161. Услуги по сопровождению детей. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Анна, вам доброе утро. Доброе, спасибо. Вам удачи всем вашим детям. И огромный привет всем вашим детям. Всем абсолютно всем. Ну и, конечно, хочется пожелать видеть побольше таких улыбчивых, счастливых лиц на улицах Ростова. Довольных родителей. Довольных родителей, да. Ну, а мы продолжаем это. Утренний телеканал на Ростовской области. Все-таки утро прекрасное, особенно когда хорошая погода за окном. Прекрасное настроение. Прекрасное настроение. И дома все хорошо. Знаешь, допустим, ты понимаешь детей. Они понимают тебя. Хорошо общаешься со старшими. Да. И все понимают тебя. Это идеальное утро обычного человека. Но, кстати, такое бывает не всегда. Вот я помню свой переходный возраст. Как говорила моя мама, я была абсолютно невыносима. Хотя мне казалось совершенно иначе. Ну, в принципе, и сейчас ты тоже ничего. Не всегда выносима. Ну, да. А вот потому что, может быть, не надо меня никуда выносить. Оставьте меня здесь. Точно, точно, точно. И я буду абсолютно прекрасна. Так вот, сегодня, напомню, разговариваем о поколениях. И пытаемся выяснить, кто же вот это самое современное поколение, или как его называют еще поколение Z, к нам оно не относится. Кто эти люди вообще, да. Как с ними общаться, как с ними работать. Как их нанимать на работу. Да, разное. Много вопросов. Да, очень много вопросов. Но, на самом деле, поколение Z – это такой некий феномен людей, родившихся в середине 90-х на Западе и начале 2000-х в России. И, ну, сейчас он, конечно, раскрывает себя в полной мере. Это люди, которые родились, что называется, как сейчас принято говорить, с кнопкой на пальце. Это цифровое поколение. Я хочу называть дети высоких технологий, живущие в виртуальном пространстве, как рыба в воде. И появился, кстати говоря, этот термин с легкой руки американского драматурга-историка Ульяма Штрауса. Причем людей этого поколения называют по-разному. Как их называют по-разному? Их называют и цифровой человек, и ай-поколение, и домашнее поколение, и поколение я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Много я, да. Три я. Ну, возраст этого поколения рассчитывается, конечно, исходя из разных источников и имеет привязку к территории проживания. Ну, всегда имеет привязку к территории. Да. Потому что где-то развивается быстрее, где-то без меня. Да. И когда искал информацию об этом поколении, я нечаянно себя тоже причислил к поколению Z, а потом понял, что я погорячился. Рожденный с 1995 года, а именно возраст 22 года, это в основном характерно для западных стран. Для нашей страны это дети, которые родились в 2000 году, и те, кто еще будут рождаться. Самым старшим из них сейчас 17 лет, напоминаю, это вот привязка именно к нашей стране. Алексей, вы немножечко, вы немножечко погорячились. Да, я немножечко. Я немножечко погорячился, да. Но что самое интересное, действительно, ну, плюс-минус эти дети, конечно, не только 17-19 лет, потому что плюс-минус 3 года нужно еще брать. Ну, в общем, это уже достаточно взрослые, не дети, я бы так сказала, конечно, для родителей. Подростки. И уже даже не подростки, это взрослые люди, которые частично даже заканчивают университеты и выходят в мир. Они женится, рожают детей, устраиваются на работу, но они определенно немножечко отличаются от нас. И сегодня мы выясняем, в чем же эти отличия заключаются. Их называют домашним поколением лишь только потому, что они не очень любят... Как это сказать, идти на контакт. Они все в основном в наушниках. Да, они просто любят сидеть в интернете, но по большому счету они любят работать просто из дома. А еще об особенностях, да, поколений. Других поколений, да. Других поколений вспомним особенности и вообще рассмотрим, что же такое поколение Z прямо сейчас из нашего небольшого видео. Сейчас выделяют пять живущих поколений. Традиционное, также известное как молчаливое поколение. В него входят люди, рожденные до 1945 года. За ними следует поколение Бэби Бума. К нему относятся рожденные в период с 1946 по 1964 год. Все, кто родился с 1965 по 1979 год, считаются поколением X, тогда как миллениалы или поколение Y родились с 1980 по 1995 год. И, наконец, поколение Z, чье рождение пришлось на период с 1996 года по настоящее время. Эти периоды, разумеется, приблизительны. Можно родиться в пределах трех лет до или после начала или конца поколения и все равно принадлежать к нему. Гораздо важнее то, какой коллективный опыт разделяют люди, рожденные в эти периоды. Ах, миллениалы. Сколько обсуждений и дебатов им посвятили. Даже тому, когда начинается и заканчивается их поколение. Некоторые демографы решили, что первые миллениалы появились еще в 1977 году. Тогда как другие начинают отсчет аж от 1999 года. Ну и, разумеется, куда же без тотальной демонизации. Другие поколения жалуются, что миллениалы эгоистичны, заносчивы, полны самолюбования, зависимы от смартфонов, ленивы, нетерпеливы, импульсивны, чрезмерно чувствительны, слабовольны. Список бранных слов можно перечислять бесконечно. Конечно, некоторые представители этого поколения действительно отличаются такими чертами. Но то же самое можно сказать буквально о ком угодно. Вот самый-то главный вопрос. Эти ребята поколения Z, они же вот-вот сейчас уже либо ищут работу, либо скоро начнут искать работу. И что, ты предлагаешь их отлучить от работы? Нет, тут возникают проблемы совершенно другого порядка. Работодатели сталкиваются с некоторыми трудностями во взаимодействии с сотрудниками, которые, собственно, принадлежат к этому поколению. А именно, у людей, которые принадлежат этому поколению Z, очень высокая уверенность в своей уникальности. Это во-первых. Во-вторых, своенравный характер. В-третьих, на этапе прохождения испытательного срока они требуют большой зарплаты сходу. У них очень низкая вовлеченность в рабочий процесс. А также, если работа перестает у них вызывать интерес, они с легкостью увольняются, что создает постоянную текучку кадров. Вот с такими проблемами столкнется работодатель. Ты знаешь, а на самом деле ведь это, наверное, даже где-то нормально. То есть, если тебе твоя работа не нравится, тебе не нравится зарплата, которую ты платят... Вот-вот-вот, вот в этом и заключен переход от одного поколения к другому. Почему бы не поменять работу? Зачем мучить себя и людей, с которыми ты работаешь на этой самой работе? Ну, кстати, если возвращаться к работодателям, то среди них стал актуальным вопрос, как все-таки мотивировать это самое поколение Z. И вот некоторые рекомендации для тех, кто принимает на работу в самое ближайшее время представителей поколения Z. Необходимо поставить четкие цели и задачи, которые дают быстрый, видимый результат, расписывая все нюансы. Так придется немножечко понянькаться. Также необходимо создать интерес через привлечение к участию в больших проектах. Пусть это будет небольшой этап одной из задач, но ощущение причастности к чему-то очень хорошо мотивирует представителей поколения Z. Ну и, конечно, общаться с ними необходимо на равных. Представители этого поколения авторитетов не признают. Да. Ну и, помимо всего прочего, удаленная работа – самый привлекательный вариант для представителей. Потому что они дома любят сидеть. Это точно. Сроки работы должны строго регламентироваться. Это единственное ограничение, которое приемлемо для этого поколения. Ну и, наконец, поощрение и небольшие вознаграждения в конце каждого успешного завершения работы. А еще бы я сюда добавил один пункт, который, мне кажется, будет объединять все поколения. И Z, и Y, все это всегда. Это, конечно же, мультфильмы. Чтобы на работе можно было смотреть мультфильмы, у нас можно. И вновь утро на канале Дон-24. Напоминаю, в этой студии сегодня мы обсуждаем тему поколений. И к нам присоединился очередной гость. Это предприниматель, основатель антишколы «Гнездо» Михаил Колтунов. Михаил, доброе утро. И присоединился не один, а вместе со своим сыном… Неожиданно… Неожиданно Михаилом. Михаил Колтунов. Мих, Миш, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, антишкола. Интересное очень название. Это вот еще и «Гнездо». Да, еще и название такое. Еще и название. Антишкола «Гнездо». Что это подразумевает? То есть это школа, где не учат уроки или где вообще ничему не учат? Как это? Вы знаете, да, это, наверное, была бы мечта, если бы это была школа, где не учат уроки или вообще ничему не учат. Но на самом деле термин «антишкола» у нас родился тоже в момент такого мозгового штурма, когда мы определяли формат нашего клуба. Антишкола «Гнездо» — это клуб для подростков, целевая аудитория 10-14 лет. Почему антишкола? Потому что основной упор мы делаем на развитие навыков и компетенций для жизни. Не просто учеба ради учебы, не просто знания ради знаний, а именно развитие тех способностей и возможностей, которые есть в наших детях, которые помогают им потом найти себя и в первую очередь найти в профессиональном плане. То есть мы заканчиваем профориентацией именно по этому «Гнездо». То есть это тот период, когда постепенно-постепенно они начинают выпадать из «Гнезда». И я как раз изучал разные материалы. И мне очень понравилась история про то, как Орлица выбирает Орла, например. Как интересно, уроки, видимо, проходят в антишколе. Орлицу, которая выбирает Орла. А вы знаете, как Орлица выбирает Орла? Нет, я не общалась с Орлицей. Орлица берет веточку, поднимается как можно выше и бросает ее вниз. И тот из Орлов, который принесет ей эту веточку, поймав ее в воздухе, тот и будет, собственно, ее избранником. Почему? Потому что когда Орлята учатся летать, они выпадают из «Гнезда», и Орел должен успеть поймать того, кто еще не научился. От этого зависит выживаемость потомства. Интересно как. Да. И вот у меня возник именно такой ассоциативный ряд, что мы как родители должны вовремя поймать выпадающих из нашего семейного гнезда подростков и научить их летать. Знаете, самое главное — научить их летать. И выпихнуть, в конце концов, когда она учится из «Гнезда», а то часто в тенденции… Они выходят уже сами. Мы их уже даже не выпихиваем. Они выходят намного раньше. Да, часто, знаете… Они выходят намного раньше даже, чем мы к этому готовы. Это хорошо, потому что мы сегодня разговаривали как раз о поколениях. Сейчас поколение Z у нас, да, скажем так, эра поколения Z. А мы немножечко все-таки принадлежим другому поколению. Поколению… Какая буква идет перед Z в алфавите? Y? Вы принадлежите Y. Да, мы где-то на границе можем оказаться X и Y. Но вы точно Y. Но вы мне сделали сейчас комплименты. Но вы точно Y. Ну так вот, и эти поколения принципиально отличаются друг от друга, насколько мы успели понять. Но я так понимаю, что вы не просто занялись вопросом подростковым, да, именно? Потому что очень много для детей малого возраста… Да, для детей очень много, да. …разных кружков, разных школ, разных каких-то навыков. Но о подростках, вот, кстати, если родители не подумали и не определили их в какую-то секцию, насколько я понимаю, особо в Ростове и нет, да, таких, скажем так… Ну, таких вот клубов, где могут заниматься именно ребята от возраста 10-14 лет. Вы абсолютно правы, ведь на самом деле-то сложность во взаимоотношениях с поколением, ну, между поколениями, да, она заключается ещё и в том, что сегодня современные родители, кто-то один должен посвятить свою жизнь ребёнку. И тем самым лишить жизни себя. Это проблема. Потому что если я хочу… Ну, вы так прям вот отрезали сейчас. А, это правда? Для многих сейчас жизнь закончилась. Своя. Да, но это же на самом деле так. Ведь если я хочу, чтобы мой ребёнок в возрасте 10-9-11 лет посещал хотя бы 2-3 секции, да, неважно даже какие спортивные… Ну, это нужно покрутиться. Да, это всё, это не просто покрутиться. А сколько лет Михаилу? Это мне… Михаилу 10 в марте будет, да. То это значит, что мне нужно оставить работу, ну, либо мне, либо маме, да, то есть и заниматься именно им. И вы решили эту проблему, открыв антишколу? Да, это первый резидент. Вот, вот давайте как раз на этом мы переведём наш акцент. Я так понимаю, что на Михаиле эксперимент и ставился в первую очередь. Он и продолжает ставить. Миша, как тебе, как, не знаю, как, первый, как сказал сейчас твой папа, первый резидент антишколы «Гнездо». Как ты себя ощущаешь вообще? Чем вы занимаетесь? А ну-ка, расскажи. Ну, как первый резидент, ну, я себя, в принципе, никак не ощущаю, ну, потому что я там был сколько раз, когда я там строилась, но я уже привык там, я знаю смысл, сколько раз мне рассказывали. Там знаю все, практически все курсы. А ты сам на курсы ходишь по собственному желанию на какие-то? Да, по собственному. Либо ты тестируешь все, хочешь, не хочешь? Я и по собственному, и тестировать буду. У меня вообще такое ощущение, что Миша может скоро совсем спокойно преподавать какие-то занятия уже своим сверстникам, поскольку, ну, Коля, уж ты первый резидент, уже все протестировал, ну. Ну, я не все протестировала, не открылась же еще. А, вот оно еще. Ну, вот понимаешь, мы же только ожидаем, только тестовое открытие. Я просто знала, куда я пойду точно. А вот куда ты пойдешь точно? Ну, это в Digital Space. Ну, куда же еще, конечно, да. Так. Там, где компьютером учат, все, что связано с компьютером, туда я пойду. Еще что-то есть? Шахматы. Шахматы. Вот. Неожиданно. Ну, я и так занимаюсь, но все равно. Ну, что-нибудь типа архитектуры можно будет пойти. Но вот дальше я не знаю. Слушай, а скажи, пожалуйста, Миш, есть такое, что, допустим, ну, вы там обсуждаете какие-то курсы, тебе там рассказывают, а у нас вот будет такой-то, такой-то курс. А ты говоришь, а давайте еще сделаем такое. Ты какие-то предложения самостоятельно вносил? Да. Какие? Что это было? Что ты предложил? Какой курс ты предложил создать, чтобы было интересно твоим сверстникам? Вот именно курс я не предлагал. А что предлагал? Ой, ну это сейчас трудно сказать. Почему? Блоги. Ты же первый заговорил. А, ну да, блоги. Блоги, вот. Я первая об этом заговорила. Блоги, чтобы резиденты школы, антишколы вели блоги свои. Ну, учили их, чтобы учили. А, у нас появился курс, да. У нас появился курс, это, в принципе, была его идея. Мы как-то, вроде оно лежит на поверхности, но мы как-то все ходили мимо. То есть у нас робототехника, у нас программирование, у нас компьютерный дизайн, у нас там 3D-принтеры, 3D-моделирование и так далее. И тут заходит Миша, который в очередной раз посмотрел какую-то запись на одном из блогов со своих любимых героев-блогеров. Вот, и говорит, а почему у нас нет блогов? И мы так посмотрели друг на друга. Действительно, почему нет? А, действительно, почему у нас нет блогов? И действительно, это вещь, которая сейчас, ну, как модно говорить, да? Скажем так, подавляющее большинство кумиров нынешней молодежи, оно находится именно в... Алексей, тут же вопрос в чем, да? Вот, знаете, это как, мафию нельзя победить, да? Ее можно возглавить. Тогда ее нужно возглавить, да? Ведь это действительно проблема. Когда у меня спрашивают, вот, возвращаясь к вашему вопросу, есть ли что-то подобное, да, кто ваши конкуренты, я говорю, послушайте, наши конкуренты, это современная улица и компьютер. По большому счету, да, потому что, ну, аналогов того, чтобы все было в одном месте, это наш дворец пионеров, да, но, к сожалению, там, ну, немножко другой формат. То есть у нас формат именно каворкинг-клуба, то есть место, где ребята могут находиться неограниченное количество времени, и помимо занятий они могут в том числе делать свои домашние задания, они могут... Вот, хороший вопрос. Да, они могут, там, почитать, поиграть в настольные игры, перекусить, то есть мы кухню оборудовались, и так далее. То есть просто... Это первый клуб. Вот это их первый клуб, это первое сообщество, которое они начинают формировать. И почему именно 10-14, потому что мы закончить должны профориентации ранее, чтобы они понимали то направление... Куда им идти дальше учиться. Куда им идти дальше. А как они ответят нам на этот вопрос свои в 14-15, если им не дали попробовать? Конечно. Мы на самом деле буквально на днях, вчера, вчера обсуждали... Ну, что именно? Когда, как найти квалифицированных сотрудников... Да, как найти квалифицированных сотрудников, да. Люди, которые занимаются этим уже на выходе, уже подбирают квалифицированный персонал, сказали, что, вы знаете, начинать нужно уже чуть ли не с детского сада. Жизнь такая быстрая, так всё быстро меняется, что, по большому счёту, абсолютно верно, в 14 лет ребёнок уже должен хотя бы направление своё понимать. У меня такой вопрос. Дело в том, что сейчас действительно правильно вы отметили, какой-то родитель либо должен посвятить жизнь ребёнку, либо всё-таки найти какие-то выходы дополнительные. Потому что всё стоит денег, нужно работать, и все хотят быть интересными, и для своих детей в первую очередь, кстати, в том числе. И, конечно, вот есть такой клуб, первый клуб детский, антишкола, гнездо. И получается, что после насыщенного школьного дня каждый день можно туда приходить? У нас клубная система, которая позволяет приходить тогда, когда человек хочет и может. То есть у нас есть график работы, мы будем работать. То есть это как бы заменитель продлёнки, но только интереснее? Да. Вот, я пытаюсь, что понятно. Посмотрите, это как бы заменитель продлёнки, это как бы Двор 2.0, это как бы свой клуб. Это как бы своё сообщество и кружки по интересам, если говорить нашим языком. И антишкола ещё в чём плюс? Он же сам выбирает, то есть работает параллельно несколько площадок. Digital, Brain, Art, да? Он выбирает. И каждый день может в разную приходить? Он может приходить в разную. Более того, он за время своего пребывания может оказаться в разных. Он может посидеть в блогах, послушать, научиться то, что его интересует, как лайки, собирать там, да, вот какой-то базовый микронавык, да, потом перейти, позаниматься иностранным языком. Причём языки мы хотим подавать тоже не просто классически, давайте учить языка. Зачем просто учить языку, когда он нам скажет, что у меня есть гугл-переводчик? В этом проблема, да, вот конфликт поколений в чём? В том, что мы у них учимся, у нас такого не было с родителями, когда они лучше нас знают гаджеты. Знают, где взять информацию, а не держать её в голове. У них Алиса, Сири, они разговаривают, мы себе это представить не могли. У меня когда там в 16 лет первый пейджер появился, для меня оказалось там достижение техники, а он с ними разговаривает. Она ему отвечает на все вопросы лучше, чем любой школьный учитель, по большому счёту, да, и... У меня вопрос такой, наставники есть? Вот, то есть, если я... Да, кто моделирует всё это дело. Мы приводим детей, да, говорим, вот, антишкола, прекрасно, мы пока на работе, ребёнок там что-то делает, меня устраивает всё, он там учится, делает уроки, класс, мечта просто. Но, такой вопрос, потому что, ну, дети в этом возрасте, все мы знаем, достаточно сложны могут быть в общении с окружающим миром и со своими родителями, ну, мало ли. Есть какой-то наставник, который отслеживает, контролирует, и, если что, к которому я могу обратиться, позволить, как там мой оборванец сам себя ведёт? Ты хотела ответить? Ну да. Да? Ну давай, ты начала ответить, а я потом дополню. Ну да, да, это... Ну, там будет ходить только администратор один, там, ему можно позвонить, там, он будет следить за порядком, ну... Преподаватель. Предподаватель, да. Кто преподаватель? Расскажи. Ну, как у вас... Давай я добавлю тогда, да, чтобы время не занимать. Система какая? Мы, во-первых, не хотим, чтобы был поколенческий разрыв между самими резидентами. Мы не называем их ни детьми, ни подростками. Они так себя, такими себя не считают. Они для нас резиденты. Вот. Между резидентами и, собственно, преподавателями. Мы стараемся преподавателей подбирать тоже молодых, чтобы они были на одной волне, да, и не было вот этой разницы, когда нужно... Ну, как вам сказать, у него в начальной школе учительница 80 лет. Да, но мы понимаем, да, что тяжело. Слушайте, ну, бывает так, а иногда 80 таких... Безусловно, есть база, да. Так раздают информацию, что прям думаешь потом, ух, хорошо. Да, но если 80 лет нам будут учить, как бы, ну, информатики или программирование, то, наверное, будут проблемы, да. Вот. Соответственно, возникает вопрос в первую очередь, да, чтобы не было барьеров. Они с преподавателями на «ты». Это принципиально, да, то есть у нас все на «ты». Да, есть администратор, который следит, собственно, за организацией всего процесса, и вы всегда можете с ним связаться. Вот, мы даже думали поставить камеры, в итоге от этой идеи отказались, потому что не каждый родитель готов, чтобы его ребенок, грубо говоря, был в свободном доступе в интернете, куда может подключиться там другой родитель. Вот, но она на связи всегда есть. Это территория без родителей. То есть родители завели и ушли. Мечта. Однозначная мечта. Да. И мы, как команда, которая работает над проектом, включая методологов, психологов, педагогов, даже врачей, да, на самом деле, мы выступаем наставниками для преподавателей, которые в конечном счете превратятся в инструкторов. Они будут учить друг друга сами. Они действительно будут учить друг друга сами. По-моему, это идеальное место для современной. Просто мы не сразу к этому придем. Естественно. Вот этот процесс, вы абсолютно правы, сейчас нужно модерировать, настраивать и так далее. Москва не сразу строилась, но все-таки такая красивая, златоглавая сейчас радует весь мир. Я думаю, что антишкола «Гнездо» будет радовать всю Ростовскую область. Это точно. Мы желаем вам развития, классный старт. Мечта просто какая-то подростковая, пространство без родителей. Где множество направлений. Занимайся чем хочешь, учи язык, конструируй, в общем, делай все, что угодно. У нас в гостях был основатель антишколы «Гнездо» Михаил Колтунов вместе со своим сыном Михаилом. Михаилом Колтуновым. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вы продолжаете смотреть утренний телеканал Ростовской области. Проблема связи поколений в семье является чуть ли не одной из глобальных проблем человечества. Она затрагивает не только общество в целом, но и каждую отдельно взятую семью. Так вот, кто же в этом виноват? В непонимании отцов и детей вообще разных поколений? Ответ на этот вопрос ищут уже давно. Риторический вопрос, да. Никто не виноват. Просто у поколений разные ценности, да, какие-то разные ориентиры, разные понятия и взгляды на эту жизнь, разные мнения. И каждый, кстати, представитель любого поколения имеет право на эти самые мнения. Но, к сожалению, не все это готовы принять. И понятия именно на этой почве случаются конфликты. А вот что же делать? Что же делать, если ты не можешь найти язык со своим подрастающим чадом? Да, но что делать? Поскольку в конфликте всегда есть две стороны. Есть старшее поколение, есть младшее поколение. Поэтому, конечно, рекомендации психологов здесь, естественно, будут разниться. Что касается старших людей, будь то, я не знаю, мама, папа, дедушка или бабушка, то они, конечно, должны с детства воспитывать в своем ребенке ответственность за сказанное и, более того, еще и за сделанное. Появляется она у юного человека только тогда, когда к нему, ну, как сказать, относятся как к равному собеседнику, а не к тому, кто заведомо находится в проигрышной ситуации, потому что он, видите ли, молод, глупый, ну, ты молодой, глупый, там, знаете, какой-то молодозеленный. Я, кстати, вот ты знаешь, я всегда очень обижала, если мне кто-то из старших говорил, да, ты ничего не понимаешь. Вот, вот это самый главный вопрос, который иногда бесил даже. Вот, тебя тоже, да? Так что, дорогие зрители, мы сейчас только что выяснили, что и меня, и Алексея в юности очень, очень задевало, когда нам рассказывали, что мы ничего не понимаем. Хотя, может быть, мы понимали все не до конца, но что-то там мы понимали, поэтому откажитесь от этой практики. И вообще стоит прислушиваться к мыслям своего ребенка и постоянно говорить с ним об этих мыслях. Это, конечно, большой талант, но терпение, друзья, терпение, еще раз терпение. Все-таки это еще один шаг на пути к здоровой и счастливой семье и к здоровому и счастливому человеку, которого ты растишь. А еще очень верный способ не только общаться на равных вместе со своим ребенком, но еще и делать домашние дела вместе с ним. Ну, например, я не знаю, убраться с ребенком в детской. Как это делать, подскажем прямо сейчас. Детская комната Детская комната – это очень важное помещение для ребенка. Она одновременно выполняет функции спальни, игровой комнаты, спортзала, а также рабочего кабинета. И каждая мама знает, как непросто навести здесь порядок. Но время уборки – отличная возможность весело провести время с ребенком. В этом видео мы раскроем несколько секретов о том, как, играя, провести уборку вместе с вашим малышом. Для начала настройте ребенка на игровой лад. Предложите снарядиться в настоящую экспедицию по дому. Например, отличной подзорной трубой станет свернутый в трубку журнал или втулка от бумажных полотенец. Начните уборку с детской комнаты. Совет для мамочек. Чтобы превратить уборку игрушек в увлекательную игру, заведите для их хранения прозрачные пластиковые контейнеры. Каждый из них подпишите или нарисуйте смешные изображения. Теперь задача ребенка – отыскать пропавших животных и вернуть их домой. Таким же образом вы можете сделать гараж для машинок, кукольный дом, страну конструкторов и многое другое. Вы также можете попросить ребенка о помощи в протирании пыли на его столе, полках. Выбирайте яркие и интересные салфетки для уборки. Так процесс будет более интересен для ваших деток. Пока вы продолжаете влажную уборку на верхних полках, отправьте ребенка на поиски его игрушек в других комнатах. Но предупредите – игрушки в опасности, и у него совсем мало времени на их поиски. Так малыш не будет отвлекаться от процесса уборки. Если ваш ребенок не совсем маленький, вы можете предложить ему попробовать самостоятельно подмести пол. Не ожидайте невероятных результатов и не заставляйте помогать, если он отказывается. Но если юный герой захочет вам помочь, обязательно расскажите ему, какую большую помощь он вам оказал. И помните, ничего страшного, если ваш малыш не сразу научится уборке и потратит на нее очень много времени. Будьте терпеливы и помните, что главное – это развитие ребенка в процессе игры и ваше с ним живое общение. В живом общении продолжаем размышлять о поколениях в каждых семьях. И, естественно, пытаемся найти ту золотую середину, как же общаться с подростками, с теми, кого называют сейчас поколение Z. Так вот, мы уже перечислили несколько пунктов, на которые необходимо обратить внимание, в том числе и в своем поведении. Но я все-таки сетую и радую за то, что свое поведение, личный пример, так сказать, это основа всех основ. Потому что если ты говоришь подростку или ребенку, что «не делай так, это очень плохо». Например, «не переходи на красный свет, а сам переходишь». А сам, да, переходишь. Вот хороший пример с красным светом. Я-то подбирала этот самый пример. Так вот, да, не переходите, дети, на красный свет, но и сам не переходи. Потому что ребенок посмотрит, что твои слова расходятся с твоими действиями и будет думать, что так можно. А так на самом деле нельзя. Да. Ну и помимо всего, еще психологи рекомендуют такой метод, ну, даже не метод, наверное, а практику. Это показывать своим детям, неважно сколько им лет, фотографии родственников из прошлого поколения, своих дедушек, бабушек. То есть если нет возможности регулярно к ним ездить, навещать. Да, 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 да. И это формирует такой, скажем так, незримый мостик, который, собственно, и соединит поколение Z с поколением X или с поколением Y или еще с более ранним поколением. И поначалу, конечно, детям, может быть, будет не совсем это интересно, но затем, поверьте мне, если вы будете это делать регулярно, постоянно, вы обязательно вовлечете ребенка в этот процесс. Ну, а что касается самих молодых людей, здесь очень важно с уважением относиться к своим родным, близким и семьям. И помнить, что каждый ваш вздох, каждое ваше вот это цмоканье, я не знаю, или каждый ваш этот надменный взгляд, это все-таки удар по эмоциональному состоянию вашей мамы, вашего папы, да вообще любого близкого человека, который живет с вами в семье. Поэтому наберитесь терпения и... Всем терпения. Да, всем терпения. Всем терпения. А вы не устройте, я не знаю, устройте, я не знаю, какой-нибудь праздник семейный. Вот, это хорошая идея. Да, это очень хорошая идея. Для того, чтобы у всех было отличное настроение, да и вообще для того, чтобы вернуть теплоту и доброжелательность в любую семью, нужно что? Сделать семейный праздник. Да. А идеи, как его сделать, мы вам сейчас подскажем. Наши дети растут очень быстро. Наверное, поэтому нам так хочется, чтобы каждый их праздник был продуман до мелочей и оказался незабываемым. Как создать необычный декор стола, который будет дополнением праздничной программы? Для начала выберите цветовую гамму, в которой будет оформлен праздник. Это может быть несколько тонов одного цвета, либо абсолютно разные цвета. Все зависит от вашей фантазии. Сделайте карточки для гостей. Для этого возьмите красивую плотную бумагу и расчертите ее так, чтобы получились квадраты размером примерно 10 на 10 сантиметров. Предложите ребенку помочь вам вырезать будущие карточки. Попросите малыша помочь вам вспомнить и подписать имена всех гостей, которые соберутся на праздники. Сделайте красивые шпажки для закусок. Для этого просто оберните один конец зубочистки или шпажки декоративным скотчем и обрежьте край так, чтобы получился флажок. Вы также можете сделать праздничный декор трубочек для напитков. Для этого просто скачайте заготовку, ссылка на которую находится в описании, и вырежьте ее. Разрежьте гофрированную бумагу так, чтобы получились прямоугольники. Сложите гармошкой и перевяжите посередине лентой. Такими бантиками можно обвязать столовые приборы. А когда придут гости, предложите им повязать бантики на шею, голову, либо на запястье. Сделайте украшение-растяжку для праздничного торта. Для этого на тонкий шнурок наклейте несколько полосок скотча и обрежьте край наподобие флажка. Шнурок прикрепите к длинным шпажкам или зубочисткам. И украшение готово! А между прочим, еще одна хорошая мысль по поводу налаживания отношений между поколениями. Если вы живете не вместе со своими родителями, а, допустим, где-то учитесь, обязательно звоните им. Как можно чаще звоните и передавайте им какие-нибудь привет, видеопоздравления. Да, можно даже... Посредством даже нашего утреннего телеканала. Можно сделать даже сюрприз устроить и посредством нашего телеканала отправить сообщение, которое, возможно, Алексей, либо я, либо... Обязательно зачитают в эфире. Самое главное, все просто. Нужно добавить номер для WhatsApp себе в записную книжку. Номер очень легкий. 8-999-484-63-23. И на этот номер отправить сообщение. Можно видео, можно аудио, можно просто написать. В общем, вот тебя ограничивает только твоя фантазия. Да. Ну и не забывайте про наш аккаунт в Инстаграме. Утро, нижнее подчеркивание, Дон-24. Там всегда будет происходить много всего интересного. Гости, сюжеты, в общем, все о нашей программе. Как, в принципе, и на телеканале Дон-24 можно смотреть круглосуточно. Ведь здесь невероятно интересно. Одежда ведущим предоставлена фирменным салоном авторских платьев Ольги Гринюк.